Значит так, ребят, тихо, тихо, знаете кого я нашел? Ага, Грифера! Тот самый Грифер, который постоянно ловил свою ловушку поросят, щенков, котиков и других персонажей и животных. Я его наконец-то нашел, он просто-напросто стоит в пустыне и ничего не замечает. Так что я вас попрошу сейчас, чтобы я его смог убить, вам нужно будет поставить лайк на это видео, подписаться на мой канал и нажать клавишу колокольчика. Потому что если мы его с вами не убьем, он утопит просто десятки котиков, десятки поросят, собачек в лаве. Вот, ну я надеюсь, что вы сейчас за 3 секунды поставите лайк, подпишитесь на мой канал, нажмете колокольчик. И это мне придаст силы уничтожить Грифера, потому что он не просто Грифер, он хакер. И нам нужно взломать его систему и сделать все, что я вам сказал. Так, я надеюсь, вы все сделали и мы сейчас просто ему так с локтя надаем. Ну что, поехали, 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 получай, получай, да, отлично, отлично, в два удара мы его сделали, спасибо, ребят. Привет, ребят, меня зовут Рисман, сегодня мы с вами продолжаем играть в Майнкрафт и продолжаем выживать за жителя в Майнкрафте. Это наша уже 14-я часть выживания. И в прошлое видео, в прошлой серии, в прошлом видео мы с вами начали этап индустриализации нашей деревни, скрафтили самолет, заправили топливом и уже поимели первый транспорт. Ну а что ждет нас сегодня, мы с вами увидим. Кстати, я бы сейчас покушал, но я прям только что поел кейси. Так что, если вы мне напишите с прошедшим приятным аппетитом, будет мне тоже очень приятно. И по-моему, из-за того, что я в белой футболке, я прям вообще какой-то дико белый, у меня лицо белое, хотя я черный, но я весь какой-то белый, реально, смотрите, я свечусь просто. Вау, что-то со светом надо будет сделать, ладно. Я думаю, все нормально. Так, ну что ж, давайте выйдем, выйдем, выйдем в деревню. Там, по-моему, Демас как раз построил взлетную полосу уже для нашего самолета. Давайте мы посмотрим на нее. Выглядит вполне сносно. Так, а у нас уже потихонечку начинает светать. Кстати, что у нас по настройкам? Давайте поставим легкую, пусть будет. Так, давайте поговорим с Демасом. Так, привет, Демас. Деревне Альфа срочно нужна помощь. Кто-то направил туда наряд часовых, чтобы заполучить наши рецепты индустриализации. Надо, нельзя, чтобы они попали в руки бандитов. Ну, раз мы начали индустриализацию, пора скрафтить самое настоящее нормальное оружие. И это мы сделаем при помощи нашего кузнеца. Он должен был подготовить мне все необходимое. Так, Дима рассказал, что планируется создание оружия. Я приготовил необходимые ресурсы для этого. Все в сундуке. Оружейный верстак можешь остановить у меня. Так, давайте мы возьмем все инструменты. Проблема в том, что нам нужно будет... Так, нам нужно взять это. Нам нужно взять это. Так, и вроде все. Так, 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 так. Ага, вот. Железный. Так, вот железа много и светло-серый бетон. Сейчас я вам расскажу, как крафтится оружейный верстак. Так, нам нужно взять, поставить вот так вот три светло-серого бетона. И мы получаем с вами свой оружейный верстак. Мы его установим теперь вместо кузницы, то есть, ну, нам уже не нужна кузница, у нас уже и так все неплохо, мы с вами его установим вот сюда, и теперь здесь мы будем с вами делать оружие. Так, давайте начнем, пожалуй, что нам нужно. Значит, тут есть очень много... Что я могу скрафтить? Я могу миниган скрафтить! Реально, миниган! Ну, миниган нам пока рано с вами крафтить, мы начнем, пожалуй, с самого простого, мы с вами скрафтим, давайте скрафтим, блин, я не знаю, пистолет, что ли, скрафтить, или автомат. Нет, знаете что, мы, наверное, с вами возьмем, мы будем шпионами, мы с вами скрафтим пистолет и глушитель на него. Так, больше пока нам ничего нельзя крафтить. Так, давайте скрафтим пистолет, так, и глушитель к нему. Это же глушитель, да? Да, глушитель. Так, отлично, мы с вами получили пистолет и глушитель, но пистолет надо чем-то зарядить, конечно же, патронами. Так, патроны мы возьмем... Какие же патроны нам нужны? Нам нужны самые обычные патрончики для этого, это вот эти, вот basic ammo, для них нам нужно 8 кусочков золота, и нам дадут за это 32 патрона, что очень неплохо. И нужен порох. Так, ну, с железом у нас проблем нет, а вот с порохом, возможно, будут проблемы. Конечно, мы можем с вами сейчас пойти поискать, может, где-то крипер заспаунился и где-то валяется, но я тут пока никого из криперов не вижу, это очень печально. Так, да, уже день начался, я думал, что ночью как раз все успею. Ладно, давайте мы с вами зайдем, посмотрим, может быть... О, у меня есть два пороха, я же когда-то там убивал мобов, криперов, не знаю, что-то взрывалось. У нас есть два пороха, и мы с вами примерно скрафтим... Так, нам нужно еще 8 кусочков золота. Так, ладно, давайте 9 возьмем. Опа! Нет, у нас же два пороха, значит, нам нужно больше, нам нужно 18. Так, и теперь мы с вами можем скрафтить себе... Так, так, 64 патрона. Вау, 64 патрона вполне неплохо. Так, давайте мы его с вами зарядим. Так, почему-то у меня... А смотрите, у меня рука какая, у меня рука почему-то утопленника. Я последнее видео снимал про утопленника, походу скин берется оттуда, вот это бред, конечно. Так, в принципе, мы с вами готовы, нам осталось взять с собой чуть-чуть еды. Так, и мы с вами вполне готовы к тому, чтобы защищать деревню Альфа. Нам нужно полететь и спасти их. Так, мы скрафтили себе шпионский пистолет с глушителем. Блин, я бы его сейчас опробовал, но я так не хочу тратить патроны, вдруг они нам пригодятся. Так, давайте мы сядем в наш самолет, на котором уже очень мало топлива, но я очень надеюсь, что нам этого хватит. Так, 9 тысяч топлива должно нам хватить, чтобы долететь до той деревни и обратно, потому что в прошлый раз мы заправляли 15 тысяч топлива, и нам этого хватило. То есть еще примерно топливо останется. Да, еще скорее всего останется, почему нет? Так, где-то здесь эта деревня. Давайте мы уже с вами потихонечку будем снижаться, 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 снижаться. Главное, шифт не нажать. Так, контролом, контрол, контрол это вниз, но не шифт, потому что если я нажму шифт, будет очень неприятно. Так, вот, вот эта деревня. Я предлагаю здесь где-нибудь оставить самолет. Так, самолет пусть стоит здесь. Мы его подальше припаркуем. Так, давайте покушаем чуть-чуть, покушаем, покушаем, покушаем. Блин, надо было еще, наверное, оптический прицел скрафтить. Так, вот так вот прицеливаться и на левую кнопку мыши стрелять. Это очень круто. Ага, я вот вижу как раз отряд часовых, которые уже приблизились к деревне и взяли ее в кольцо в надежде, что жителя дадут сами им наши рецепты. Но они пока им это ничего не выдали. Очень, очень благодарен. Благодарен. Так, давайте мы уничтожим. Оба, так, он даже не понимает, откуда в него стреляют, потому что это не лук. Он даже... Ага, все. Отлично, одного мы завалили. Так, тут есть еще один. Блин, я с глушителем работаю, поэтому они... Так. Этот даже не успел в меня выстрелить. Ага, вот еще один. Так. Отлично, отлично. Смотрите, какое крутое оружие. О-о-о! Блин. Попал в меня все-таки одной стрелой, но ничего страшного. Всего одно попадание было в меня. Так, и мы практически с вами уничтожили... О-о-о! Так, надо зарядиться, надо зарядиться. В любой непонятной ситуации перезаряжайтесь. Я всегда так в шутерах делаю. Я всегда, даже, знаете, одного патрона не хватает, ей перезаряжать. Ага, вот он. Братиш, ну, тебе против огнестрела со своим... Со своими вот этими палочками, луком... Ну, 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 реально, это не то. Это не то, ребята. Уже не то время. Никто луками и стрелами не пользуется. У нас индустриализация в Майнкрафте начинается. Мы уже делаем вещи посерьезнее, чем ваши луки и стрелы. Так, ну что ж. В принципе, мы всех уничтожили часовых. Это было очень просто, потому что у нас оружие в разы мощнее и сильнее ихнего. И их, извиняюсь. Так, ихнего... Нет, ихнего слова нету. Их оружие. Так, давайте поговорим с мэром. Спасибо, вы спасли нас, народ нашей деревни. Очень благодарен вам. Да не за что. Так вы поскорее индустриализацию начинаете. Создавайте свое оружие и защищайте себя сами. Почему бы и нет? Все-таки индустриализация, как-никак. Мы им дали свои рецепты, свою информацию, свои наблюдения. Они ничем таким не занимаются. Они вот пытаются там машины, топливо только и все. Больше ничего они не планируют делать. Так, давайте полетим на нашем самолетике обратно. Ох, уже топлива мало. Топлива мало, но мы где-то, считайте, чуть меньше 3000 топлива потратили, чтобы сюда долететь. Ну, вполне экономно. Не знаю, вполне экономно. Потому что, если бы мы ехали на каком-то наземном транспорте, это было бы гораздо дольше и проблемнее. Потому что там лавовое озеро мы только что пролетели. Каньон какой-то. Ну, не каньон, как эти, горную местность, скалы. Ну, реально, на автомобиле каком-нибудь это было бы очень неудобно. Даже если это будет внедорожник. Хотя, его скрафтить мы тоже с вами можем. Так, отлично. Отлично, отлично, отлично. Давайте мы приземлим наш самолет. Ага, нет, давайте мы его правильно приземлим. Так, мы его приземлим на... Так, так, так... Не, 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 оба, да, я практически правильно его приземлил, и приземлил прямо на взлетно-посадочную полосу, вот это я молодец, так, теперь нам нужно вот это оружие, мы с вами будем оставлять, тут, братиш, у тебя есть сундук здесь, ага, о, есть сундук, и мы там как раз оставлять будем оружие наше, пусть оно хранится здесь, так, это будет оружие на защиту нашей деревни, и нам, кстати, не мешает заправить наш самолет, потому что с топливом в нем проблема, у нас как раз еще есть одна канистра топлива, ну что ж, дорогие друзья, в принципе, на этом все, сегодня мы с вами прошли второй этап индустриализации, и скрафтили себе уже первое оружие огнестрельное, то есть помимо транспорта у нас уже есть и оружие, и наша деревня потихонечку становится самой сильной в этом мире Майнкрафта, вот, ну что ж, дорогие друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, спасибо тем, кто поставил лайк, тем, кто поставит лайк сейчас, и тем, кто подпишется на мой канал, ну а с вами был я, Рисман, всем удачи, и всем пока-пока!